Облава на должников сотрудники госавтоинспекции останавливают водителей, а приставы определяют, есть ли у них просроченные кредиты, алименты, коммуналка. Совместные рейды сотрудников госавтоинспекции и службы судебных приставов уже давно показали свою эффективность. На проспекте Ленина с 8 утра до 12 дня в четверг работали оба экипажа. И за это время удалось поймать больше 50 должников и забрать в счет погашения долга 80 тысяч рублей наличными. Также удалось арестовать три автотранспортных средства. Останавливают не все машины, а только те, за владельцами которых есть долги. Узнают это, отслеживая по камерам видеонаблюдения на дорогах, а потом сообщают по рации коллегам. Владелец этой иномарки должна 100 тысяч рублей за коммунальные платежи. С собой у женщины денег не оказалось, поэтому приставы машину описывают. Мы арестовали у нее это автотранспортное средство с правом пользования, то есть без изъятия этого автотранспортного средства. Данному должнику дается 10 рабочих дней для того, чтобы выкупить данное арестованное имущество. То есть оплатить свою задолженность, тем самым выкупить этот автомобиль. Если через 10 дней владелец сумму долго не закроет, значит приставы продадут его машину и часть средств оставят в счет погашения. Как правило, должники оправдываются, что о существовании исполнительного производства не помнили. Все, конечно, так говорят, на слово мы поверить не можем, кто как разбирается. Они, в принципе, все говорят, что они разбираются. Все, кого мы остановили, о своих долгах знают. Они от них не скрываются, они просто считают, что оплатить не нужно. Кто действительно понимает и уже так приходится, они действительно оплачивают. Либо им кто-то привозит деньги, оплачивают за них, либо они оплачивают наличкой, либо карту. Арест авто от 10 тысяч рублей долга. Более мелкие аресты в ходе рейда тоже случаются. Если долг от 3 тысяч рублей, забирают телефоны или регистраторы.